Здоровое питание Здоровое питание Варганова Дарья Леонидовна Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Ульяновской области Усанова Светлана Валерьевна Главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Ульяновской области Я Милашина Светлана Николаевна Заведующая редакционно-издательским отделом Центра общественного здоровья Итак, начнем нашу пресс-конференцию Первый вопрос я бы хотела адресовать вам, Надежда Петровна Здоровое питание каждый из нас понимает по-своему Так что такое здоровое питание? Вы правильно сказали, что каждый человек Здоровое питание воспринимает по-своему Кто-то хочет ограничить количество жира Кто-то старается ограничить количество углеводов Кто-то увеличивает количество белковой пищи Но в принципе здоровое питание начинается с того Что нужно нормализовать свое физиологическое состояние То есть быть на позитиве Хорошо питаться, больше двигаться Быть на свежем воздухе Радоваться окружающему миру А в принципе здоровое питание Это рациональное питание Когда в нашей пище присутствует достаточное количество белков, жиров, углеводов И макро- и микро- нутриентов В то же время здоровое питание и рациональное питание Это баланс между потребляемой энергией с пищей и ее расходом Когда есть этот баланс и наступает рациональное питание Спасибо большое, Надежда Петровна Совсем недавно Министерство здравоохранения Российской Федерации Опубликовало рейтинг по людям, которые страдают ожирением Конкретно по субъектам Российской Федерации И Ульяновская область заняла третье место В связи с этим вопрос Сколько, по вашим данным, жителей Ульяновской области Страдают от избыточного веса и ожирения И так ли это на самом деле, Светлана Валерьевна? Я бы хотела, чтобы вы ответили на этот вопрос Да, действительно Количество взрослого и детского населения К сожалению, неуклонно растет Причем это происходит не только в Ульяновской области И в Поволжье в целом Это происходит по всей России Даже по всему зимовому шару Поэтому наши все силы и работников здравоохранения И отдела образования, я считаю Просто родители семей Должны быть нацелены на то Чтобы формировать у людей и взрослых И у детей правильный образ жизни Правильное питание Распределение и режим физических нагрузок Для того, чтобы предотвратить эту эпидемию Которая захватила весь земной шар по сути Светлана Валерьевна, ВОЗ не так давно Тоже опубликовала на своем сайте Такую информацию, что более 70 миллионов детей До 5 лет в 2025 году будут страдать ожирением Что является причиной избыточного веса ожирения У таких маленьких детей И отличаются ли методы определения Избыточной массы тела у детей и взрослых И каковы последствия детского ожирения Для здоровья таких детей Да, вы абсолютно правы Дело в том, что часто ожирение взрослого человека Начинается еще в детском возрасте И еще в советское время Пухлый ребенок считался эталоном здоровья Вспоминайте, если взрослые помнят Фотографии пухлого, разовощокого малыша Например, на коробках с детским питанием Это считалось нормой Сейчас нормы изменились И на каждом приеме у врача-педиатра Родитель должен интересоваться Скажите, доктор, а соответствует ли показателе моего ребенка Роста веса тем нормативам, которые сейчас приняты Поскольку оценки количества жировой ткани в организме Они существуют только с помощью биоимпедансного метода То есть нужна специальная аппаратура А для того, чтобы определить на глаз Это можно сделать с помощью определенных расчетов Во взрослом возрасте пользуются доктора индекса массы тела Многие, наверное, индекс вам известен Для этого нужно вес в килограммах знать точный На тот день, когда вы производите измерения И рост в метрах И таким образом вес делится на квадрат роста в метры И узнается индекс массы тела В норме у взрослых он от 18 до 25 Все, что выше 25, рассматривается как избыточная масса тела или ожирение Но так как ребенок за время своего развития Меняется соотношение роста массы Оценка индекса массы тела согласно нормам взрослого человека Она некорректна и неправомерна в педиатрии Поэтому в педиатрии существуют специальные оценочные таблицы Отклонения индекса массы тела для каждого конкретного пола Роста ребенка Это можно уточнить у специалиста Если есть какие-то сомнения по поводу соответствия веса и роста у вашего ребенка Само взвешивание не является истинным показателем наличия ожирения Потому что есть высокорослые дети Которые опережают темпы своего физического развития Выше среднего или на год на два опережают сверстников Масса тел долженствующих у них будет совершенно другая в норме Поэтому если есть сомнения обязательно обратитесь к врачу-педиатру Или детскому эндокринологу И взрослые могут посоветоваться со взрослыми эндокринологами Спасибо Можно мне дополнить? Да, конечно Я бы хотела еще со стороны диетолога Обратить внимание будущих родителей Что здоровье малыша закладывается еще у женщины внутриутробно И поэтому ее пищевой режим во время беременности, во время кормления груди Или, значит, если не дай бог там нет возможности кормить грудью, там вводится прикорм Оно коренным образом влияет на будущее ребенка и будущие взрослые в плане развития ожирения Поэтому начинать нужно именно еще пока ребенок находится в проекте Скажем так Спасибо, Надежда Петровна Абсолютно с вами согласна Я знаю, что Светлана Валерьевна вчера была в рабочей командировке в Новоспасском районе Да, и вот как обстоит дело в этом районе И есть ли там дети с избыточной массой тела? Спасибо Да, действительно, вчера я была в Новоспасском районе Лично вела прием приглашенных детей Но, к сожалению, рост числа детей с ожирением, он растет И также в Новоспасском районе не исключение Хотя при беседе с родителями есть положительные моменты В плане того, что родители стараются организовать досуг детей так, чтобы была регулярная физическая нагрузка Не так давно в Новоспасской области появился бассейн То есть родители получили наконец-то возможность водить ребенка в секцию по плаванию Есть секция танцевальная из беседы с родителями То есть это тоже великолепно, прекрасно Поэтому я считаю, что руководство области должно поддерживать развитие детского спорта В частности, развитие кружков, секций Для того, чтобы ребенок имел возможность не только интересно проводить свободное время Но использовать для своего здоровья Спасибо большое Следующий свой вопрос я бы хотела адресовать Дарье Леонидовне И современные люди совершенно забывают о собственном здоровье Они куда-то спешат И в этом безумном ритме мегаполиса Как заставить себя правильно питаться? Как отказаться от вредных пищевых привычек? Пожалуйста, Дарья Леонидовна Спасибо за вопрос, но здесь возникает несколько уточняющих вопросов К счастью, мы живем не в мегаполисе, это первое И что касается мегаполисов, я думаю, что там легче придерживаться более разумного рациона, чем в небольших городах И какой бы ни был безумный график у каждого из нас Я считаю, что возможность полноценно завтракать, обедать и ужинать есть у каждого человека Если ее нет, то, скорее всего, это говорит о том, что человек нерационально строит свой рабочий день Он не умеет планировать просто Потому что выкроить 10-15 минут на то, чтобы просто поесть Я думаю, что каждый разумный человек вполне сможет Что касается вредных привычек Что мы подразумеваем под вредными привычками? Говоря о том, что у каждого из нас свое понимание здорового питания и правильного питания На мой взгляд, к вредным привычкам мы можем отнести перекусы сладостями Фастфуды Фастфуд – это какие-то энергетические батончики, которые преимущественно содержат большое количество углеводов Газировка 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 Что дети сейчас очень любят возвращать к теме детского ожирения И дети, к сожалению, в школьных столовых очень любят купить пирожки Либо чипсы, какие-то орешки и запить это газированной водой Вот это, на мой взгляд, вредная привычка Если мы, говоря о том, как разумно питаться Если мы дома находим время на то, чтобы утром позавтракать Это залог того, что в течение дня мы будем стараться есть меньше И будем меньше испытывать чувство голода, которое будет заставлять нас схватить что-то по пути Какую-то вкусную вафельку или конфетку в красивой яркой упаковке Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о перекусах Нужно говорить о том, что нужно обязательно иметь полноценный завтрак Нужно иметь обед, ужин и несколько перекусов, которых достаточно Это может быть фрукт, это может быть йогурт Это может быть, ну, в зависимости от вкусовых предпочтений Это какие-то овощи могут быть в течение дня Это может быть, в конце концов, чай с бутербродом То есть, на мой взгляд, это таким образом Спасибо большое, Дарья Леонидовна Следующий вопрос, Надежда Петровна, я бы хотела задать вам Многие люди считают, что питаться здоровой пищей – это дорого Это, конечно, один из мифов, я думаю И сейчас очень большое многообразие продуктов, да, на полках наших магазинов Как правильно выбирать эти продукты? Какие рекомендации вы можете дать нашим зрителям? Я большое спасибо за вопрос Я полностью поддерживаю Дарью Леонидовну Она именно рассказала о графике питания Что нужно, должно быть завтрак, обед и ужин И минимум два перекуса И хочу сказать, что по статистике Те люди, которые завтракают Среди них в три раза меньше развития ожирения Даже чем бы они не завтракали Чем те, которые начинают свой день с обеда А у них есть люди, которые заканчивают и ужином, скажем так В то же время мы есть такая, ну, скажем так, поговорка Мы есть то, что лежит в нашем холодильнике Поэтому закупаться в магазинах, ну, желательно правильными продуктами Что к этому относится? Существует всего несколько групп продуктов Которые, в принципе, хранятся в нашем холодильнике Ну, самая такая большая, доступная группа Это молочные продукты, да Молочные продукты по переносимости То есть по наличию, если есть, не дай бог, какие-то сопутствующие заболевания Все-таки рекомендуются кисломолочные продукты Содержащие правильные бактерии, да Творог, желательно не более 5% Не совсем жирный сыр, то есть до 20% То есть именно с кисломолочными продуктами Яйца, омлеты и так далее Это те продукты, с которыми мы получаем основное питательное вещество Это белок Второе, это мясо молочное Вернее, мясная группа Это на первом месте курица, индейка Ну, говядина пару раз в неделю Ну и по предпочтениям то мясо, которое любят Ну, из национальных, скажем так, традиций, особенностей Самое главное, что это мясо не должно содержать видимый жир Да, и если там даже, ну, кто-то любит там утку или еще что-то Желательно, конечно, есть грудку и без кожицы Без кожицы Третья группа продуктов, она должна занимать большую площадь в холодильнике Это овощи и фрукты Овощи и фрукты Особенно в сезоны, когда у нас лето, осень, кабачки Различные капусты и так далее, и так далее То есть в овощах содержится клетчатка Это тоже очень полезные, скажем так, очень полезные продукты Для сохранения массы тела, для работы нашего кишечника Даже говорят о том, что сейчас это и полезно для нашего иммунитета То есть это наибольшее количество продуктов должно быть в нашем холодильнике К сожалению, в Российской Федерации, скажем так, пищевые привычки не основаны на том, что мы едим большое количество овощей и фруктов У нас, к сожалению, это овощи, это картофель, то есть углевод содержащие Картофель тоже допускается, да, допускается Но 2-3 раза в неделю, да И желательно в первой половине дня До, скажем так, до 14 часов Третья группа продуктов, которая, ну скажем так, должна храниться в холодильнике Это могут быть различные консервы Но консервы, мы же все люди работающие, как вы говорите, в мегаполисе Нам не всегда есть время приготовить себе что-то, поэтому мы на лету схватаем то пирожок, то вафель, то еще что-то Консервы, они должны быть тоже, может быть, мясные, рыбные, но не на масле То есть количество масла должно, абсолютно верно Если мы хотим поддержать себя в таком хорошем, скажем так, состоянии Количество жира, конечно, оно должно быть по нашей нагрузке Работаем мы в основном за столом и ручкой Я не говорю о тех людях, которые работают на стройке Конечно, у них колораж должен быть совсем другой И, скажем так, продукты, которые они включают в свой рацион, они немного расширены Вот, поэтому продукты в собственном соку Продукты, скажем так, да, 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 своими руками Даже те, которые куплены в магазине Там, тот же, там, в томатном соусе Допускается Да, конечно, это допускается, потому что это Может быть использовано в виде легкого перекуса и быстрого приготовления пищи Чтобы этого не было Спасибо большое, Надежда Петровна У меня есть еще один вопрос Я бы хотела задать его Дарье Леонидовне Дело в том, что для человека важен водный баланс И есть такое мнение, что во время еды нельзя запивать водой И тем самым якобы нарушается процесс усвоения пищи Так ли это или это миф? Раскройте, пожалуйста, секрет Здесь есть несколько точек зрения, которые претерпевали эволюцию на протяжении ряда лет Во-первых, мы должны знать, что та соляная кислота, которая вырабатывается в желудке В принципе, разбавить ее тем небольшим количеством воды Которые человек может во время своей трапезы употребить Это невозможно Тем более, что чаще всего Я не знаю, что об этом будет комментировать эндокринолог Дети чаще всего всю пищу стараются запить Это если мы будем говорить о детях Что бы они ни ели, они всегда стараются запить это водой Это правильно? Это привычку формируют родители прежде всего Ну, вероятнее всего так Но если мы говорим о взрослом человеке Сейчас мы бесконечно слышим о том, что необходимо, во-первых, употреблять достаточное количество жидкости И для того, чтобы наш организм функционировал хорошо И мы не страдали проблемами заболеваний органов пищеварения В том числе такие, как запоры или вздутие живота То, конечно же, желательно жидкость пить достаточное количество Но диетологи в том числе и колопрактологи, хочу подчеркнуть Рекомендуют пить достаточное количество воды до еды За 30-40 минут как минимум, а лучше за час Для того, чтобы человек, во-первых, понял, голодный ли он на самом деле Это первое Во-вторых, теплая вода, если температура нашего тела как минимум Она улучшает процессы пищеварения и не является так называемым стрессом А наоборот, она способствует нормализации обмена веществ И, конечно, нежелательно пить воду во время еды Чаще всего это происходит от того, что человек думает Вот я сейчас запью и объем пищи я съем меньше, который я хотел бы съесть Ну, рациональнее до трапезы выпить воды, но не во время И если вы заметили, во многих культурах, ну и в нашей, в том числе, традиции русской Раньше так было, и во многих западных, и азиатских культурах Чаепитие всегда было после Это была отдельная, практически трапеза То есть люди специально садились чаевничать, как в России, с самоварами Там с какими-то, возможно, угощениями и так далее Поэтому я думаю, что за столько времени глобальное человечество ничего нового не придумало Мы сегодня только подтверждаем то, что жидкость желательно, чтобы шла как отдельный прием пищи Потому что все, что, ну, перефразируя ту фразу, которую сказала Надежда Петровна Эта фраза принадлежала Гиппократу Смерть человека лежит в его кишке То есть практически все, что мы едим, оно может быть как ядом для нас, так и полезным продуктом, веществом То есть мы формируемся из того, что мы кладем внутрь себя Поэтому Во всем важна доза В 30, 40, 50 и так далее лет Если оно разумно составлено, разумно составлено этот рацион, то стоит ли вы придерживаться всю жизнь или все-таки нужно пересматривать? Как вы считаете? Знаете, в разном возрасте вообще, как я уже сказала, наш рацион должен состоять из приема пищи, которые нас обеспечивают энергией И должен быть баланс между двигательной активностью и поступлением питательных веществ Конечно, в 30-40 лет, когда мы наиболее активны, когда у нас более проходят, скажем так, быстрее физиологические процессы Мы работаем, двигаемся, занимаемся спортом Это один рацион У людей, скажем так, серебряного возраста, которые менее подвижны У них уже начинаются определенные, ну скажем так, заболевания Конечно, должны быть внесены определенные коррективы То есть в каждом конкретном случае процесс должен быть индивидуальный Но самое главное, это режим питания, он остается для всех правильный То есть три приема пищи и два перекуса Хорошо, спасибо большое Светлана Валерьевна, сейчас на фармрынке огромное количество всевозможных витаминов, витаминных комплексов Рынок перенасыщен Так ли они нужны, или их можно заменить? Многие люди сами себе назначают эти витамины, идут и покупают Правильно ли они делают? Или все-таки лучше обратиться к специалисту, как вы считаете? Ну, я, конечно же, вам отвечу, что лучше любой препарат лекарственный, в том числе витаминный, делать, назначать в согласовании с врачом Но так ли они нужны? Давайте разберемся Витамины – это необходимый компонент пищи, который наряду с белками, жирами и углеводами обязательно должен присутствовать в рационе, как ребенка, так и взрослого Многие витамины синтезируются нашим организмом, хотим мы этого или нет Многие витамины, часть из них, должны поступать ежедневно с продуктами питания Поэтому ежегодный, круглогодичный прием витаминных комплексов, особенно мультикомплексов, где есть Ну, в аптеке могут рассказать, что это лучший, наиболее полный витаминный комплекс Он там американский, китайский, какой угодно, страной выпущенный Но не факт, что он стопроцентно подойдет вашему ребенку или взрослому человеку У каждого потребность и дефицит может быть в разных микроэлементах Поэтому исследования проводились как в детском и во взрослом возрасте И доказано, что сейчас продукты питания, в частности яблоки, содержат в 21 веке намного меньше витамина С, чем это было в 50-е годы, например, 20 века Даже если они выращены с любовью на своей родной даче без применения химических веществ Поэтому они должны поступать И большинство детей, согласно исследованиям, это 80-90% детей, испытывают именно дефицит витамина С Потом на втором месте это уже дефицит бета-каротина, фолиевые кислоты и других витаминов Поэтому родителю, если вы видите, что ваш ребенок часто болеет, нужно посоветоваться с педиатром А может быть, ему не хватает витаминов группы В, может быть, это дефицит витамина С, может быть, фолиевой кислоты И многие витамины, вы знаете, что, наверное, слышали, что спорят с некоторыми микроэлементами Так витамин С дружит с железом, но железо не любит соседство кальция, например И самостоятельно скорректировать рацион, чтобы было правильное поступление, довольно тяжело Поэтому желательно обратиться к диетологам, например, к педиатрам, эндокринологам Согласно для решения каких-то конкретных проблем Большое спасибо Если вы позволите, я все-таки дополню Да, Леонид, пожалуйста Потому что, согласно научным данным, последним Ученые приходят к выводу, я говорю о серьезных работах, о результатах метаанализов Ученые приходят к выводу о том, что практически у человека нет необходимости в поливитаминных комплексах Ну, это вот к тому, что сказал коллега Потому что большая часть витаминов, к сожалению, на сегодняшний день провоцирует тонкозаболевание Более того, ВОЗ пересмотрела дозу витаминов, которые необходимы детям и беременным женщинам Потому что, например, в частности в странах Африки Был замечен рост смертности младенческой Ввиду избыточного употребления витаминов, поливитаминных комплексов И потом хочется сказать о том, что дефицит микроэлементов, скорее всего, и витаминов Зависит еще от региона Если вот мы все знаем про дефицит йода у нас в регионе Естественно, мы стараемся есть даже юдированную соль Раньше широко использовалась даже юдированная соль в хлебе Мы говорили о морской капусте и так далее И относительно того, почему, например, стало не хватать витаминов Ну, это моя личная точка зрения И хочу сказать, что она не научная, а именно моя личная точка зрения И почему сейчас многие дети и взрослые испытывают дефицит витаминов Я думаю, что это связано с тем, что мы, опять же, изменили наш рацион Мы стали есть больше привозных овощей и фруктов Мы стали есть больше овощей из теплиц Мы забыли о сезонности Если раньше зимой это была квашеная капуста Это была репа, это редька Другие овощи, которые содержали натуральные витамины То сегодня, мы думаем, мы пойдем в магазин Приобретем свежих огурцов, помидор И мы получим витамин Мы из яблок сможем что-то съесть Я считаю, что это неверная точка зрения Все равно я придерживаюсь, возможно, консервативного такого подхода Что мы должны помнить о наших корнях и о традициях питания Потому что они все генетически заложены Генетически, не случайно Каждая нация, скажем так В каждой стране формировались определенные пищевые пищи Которые будут условны предупределения Спасибо большое за дополнение, Дарья Леонидовна Надежда Петровна, у нас совсем скоро лето И представительницы женского пола хотят выглядеть стройно И сейчас многообразие всевозможных диет Есть классические, есть монодиеты Есть даже диеты по группе крови Как в этом во всем сориентироваться И как, самое главное, не навредить? Вы знаете, наверное, начать надо не совсем с диеты А начать нужно с физической активности К сожалению, чтобы мышцы и фигура была в тонусе Нужно заниматься физической нагрузкой Это прежде всего, то есть должно быть бассейн, фитнес Быстрая ходьба не меньше 10 тысяч шагов и так далее Ну и, конечно, обратить внимание на свое питание Диеты, которые вы сейчас перечислили Это, можно так сказать, один или два разгрузочных дня в неделю Которые не приведут к видимым, скажем так, изменениям И не принесут вред здоровью Все-таки, что если вы хотите снизить свою массу тела Необходимо перейти на рациональное питание О котором мы сейчас с вами разговаривали Диета – это, по-другому сказать, баловство Нужно питаться именно, чтобы у нас в организме баланс был Съеденной пищи, энергии и истраченной Плюс питание должно быть очень разнообразным, многообразным Потому что, вот как сказала Дарья Леонидовна Я абсолютно ее в этом поддерживаю В разных продуктах, в разных фруктах, овощах Содержатся разные группы витаминов Поэтому переходить на какой-то именно один продукт Как монодиета Или ограничивать себя в белках, углеводах Можно, но до разумных пределов До разумных пределов Спасибо большое, Надежда Петровна Дарья Леонидовна, Вам, как врачу-гастроэнтерологу Уже приходится иметь дело с последствиями неправильного питания Которые приводят к желудочно-кишечным заболеваниям С какими жалобами в основном к Вам обращаются пациенты? На что стоит обратить внимание? И как понять, что мне нужно обратиться к специалисту? На сегодняшний день, все-таки, эта тенденция Не только у нас в области Тенденция по всей стране Увеличилось количество заболеваний желудочно-кишечного тракта Воспалительной природы То есть это холециститы, это панкреатиты Это желчекаменная болезнь Это заболевания кишечника Они прежде всего связаны и с тем, что мы едим Безусловно, пищевыми привычками О чем мы говорили Почему необходимо придерживаться рациона И все-таки связаны с большим количеством консервантов Которые мы потребляем Ни печень, ни поджелудочная железа Неспособность справиться с таким большим количеством Различных консервантов и добавок И хочется сказать о том, что наиболее часто С чем обращаются Это все-таки так называемые гастриты С которыми большая часть обращается как детей Ну я думаю, что к детскому гастроэнтерологу Так и взрослых Но говоря о гастрите Которые чаще всего проявляются чувством тяжести Болями в верхних отделах живота Тошнотой Чувством дискомфорта после еды Либо голодными болями Необходимо говорить о том, что гастрит Это диагноз не эндоскопический А диагноз больше морфологический И хочется развеять этот миф Когда практически каждый второй приходит И говорит, у меня гастрит Атрофический И мне нужно добавить какие-то особые препараты Которые синтезируют кислоту Нужно обратиться к специалисту Если появились какие-то устойчивые Постоянные болевые ощущения Или диспептические Тошнота, вздутие, метеоризм Нарушение стула Но ни в коем случае Не использовать в помощь Google А все-таки лучше подойти Обратиться к терапевту Который отправит гастроэнтерологу Если в этом есть необходимость Не заниматься ни в коем случае Самолечением После результатов инструментальных методов исследования Спасибо большое Дарья Леонидовна Еще один вопрос тоже вам Гастрит считается самым распространенным Заболеванием желудочно-кишечного тракта Как долго гастрит может протекать Бессимптомно И какие обследования нужно пройти И может ли помочь в этом диспансеризация населения Ну я думаю, что частично я ответила На этот вопрос Я думаю, что диспансеризация Безусловно и призвана Для того, чтобы помочь Отличить истинный гастрит От более серьезных проблем Потому что помолодели Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта Рак желудка И мы все чаще сталкиваемся С такой проблемой у молодых людей Поэтому терапевт Как раз во время диспансеризации Определяет те показания Согласно которым Проводится гастроскопия и биопсия Я не говорю о детях У них немножко все по-другому Я говорю только о взрослом населении Поэтому безусловно Я призываю всех людей И в том числе на собственном примере Мы сами доктора стараемся Следить за своим здоровьем Вовремя обращаться Проходить плановую диспансеризацию Плановый медосмотр Особенно людям Язвенникам Людям страдающим Хроническими заболеваниями Желудочно-кишечного тракта Обязательно регулярное обследование Что касается Канцерпревенции То есть профилактики рака Гастроскопия рекомендуется В возрасте старше 30 лет Минимум 1 раз в 5 лет В качестве профилактики И колоноскопия в возрасте старше 40 лет Тоже 1 раз в 5 лет как минимум 1 раз в 2 года мало Кто из нас согласится на эту процедуру Но 1 раз в 5 лет вполне мы можем это осилить Спасибо большое, Дарья Леонидовна Надежда Петровна У нас 12 марта Начинается Великий пост И продлится он до 18 Со 2 марта Начинается Великий пост И который продлится до 18 апреля Время церковного поста Многие считают, что За этот период можно поправить здоровье Ограничивать себя в еде Кому можно поститься, кому нет Прокомментируйте, пожалуйста Я хочу немножечко поправить у вас Вообще пост это не диета Прежде всего Это состояние души Поэтому он направлен на то Чтобы в человеке Все-таки возобладали благие мысли А соблюдение определенных принципов питания Если у человека нет для этого противопоказаний В связи с заболеваниями В таком небольшом периоде При правильном наборе продуктов Не просто прекратить есть мясо, белковую пищу А заменить их растительным белком Ничего в этом плохого нет Наоборот Для организма положительное влияние Моменты есть Да, конечно Но, говорю, для здоровых людей У которых нет противопоказаний Спасибо большое, Надежда Петровна Сегодня мы постарались обсудить Основные вопросы Касающиеся здорового питания Уважаемые зрители Если у вас остались какие-то вопросы Вы можете позвонить по телефону В горячей линии Министерства здравоохранения Российской Федерации Можно зафиксировать 8 800 200 0 200 В завершении эфира Я бы хотела Экспертам высказаться Может быть, свои пожелания Какие-то оставить Жителям региона Пожалуйста, вкратце Давайте, Светлана Вавельевна, с вас начнем Спасибо Я хотела бы пожелать Жителям нашего региона Побольше проводить время Активно проводить время Со своими детьми Для того, чтобы у детей Были положительные воспоминания Родители Как с папой катались на лыжах Как с мамой мы ходили в походы А не только совместное проведение Времени в кинотеатрах С попкорном и с газировкой Спасибо большое Надежда Петровна Но, обращаясь к теме рационального питания Я хочу, чтобы люди все-таки Не обращались к крайностям А прислушались к советам докторов Которые рекомендуют все-таки Наладить свое рациональное питание В плане режима приема пищи Набора продуктов Не переедать и больше двигаться И жить в позитиве Спасибо большое, Надежда Петровна Дарья Леонидовна, что вы скажете? Ну, мне хотелось бы, конечно Пожелать всем здоровья И обязательно пожелать Всем наслаждаться жизнью И наслаждаться процессом Потребления пищи То есть наслаждаться трапезой Наслаждаться общением Потому что во время еды Почему мы говорим То, что формируется все от нашей еды Потому что во время еды То, что мы говорим Практически мы это и съедаем Поэтому, говоря о том Что вместе проводить вечера И ужины Все-таки проводить в беседе В радостных эмоциях И тогда, я думаю Что все мы действительно будем здоровы Спасибо большое, Дарья Леонидовна Ну, а я сегодняшний эфир Хотела бы завершить словами Гиппократа Ты есть то, что ты ешь И сегодня это истина Как и никогда актуально Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...